Всем привет, винокуры, продвинутые, кто только начинает, ребята, третья часть у нас сегодня про сорт Кудерка. Простонародье сорт Кудряночка, ребята. Сейчас будем сливать с осадка, прошло уже три недели. Уже, но на первом брожении, провело три недели, ребята, сейчас будем сливать. Ну вот, друзья, два бутылечка стоит, тепло, сейчас осадка вам покажу, сколько, если видно будет, то увидите. Ну, все прекрасно видно, ребята, посмотрите, какой слой осадка. Вот еще остаточное брожение там какое-то идет. Вот это нам сейчас надо, ребята, все снять с осадка и перелить уже в один бутылечек, ребята. И опять же под гидрозатвор, так что снимаем с осадка, с дрожжей. Так, помыли бутылечек, шлангочки, ребята. Все продезинфицируем спиртиком, кипяточком, ребятки. Открываем, вот видно, ребята, смотрите, какой осадок. Вот это надо его обязательно сняться. Так что, вот так. Берем шлангочку, открываем бутылечек. О, открыли. Засовываем шланг, ребята. Главное, чтобы она до дна у нас не пошла. И дедовским методом переливаемся. Вернее, шоферским, но он и дедовский. Пошло винишко. Так, 23 по сахару было, ребята. 23 в нем, хороший сахар был. Сейчас померяем, сколько пожирало сахара. Ну, сливаемся, ребята. Вот такой цвет, ребята. Сейчас попробуем, что за винишко вышел. Я вам все расскажу. Так, второй бутылечек таким макаром, ребята. Открываем крышечку. Трубочку туда. И вперед. Так, надо отобрать немножко, ребята, для пробы. Сейчас чуть-чуть возьмем бокальчик. Ну, вот, ребята. Конечно, не осветленное. Но сейчас попробуем. Ну, на запах, что сказать, ребята. Вино, молодое вино. Вкус вот этот. Вот, когда я говорил, когда я его дробил, была ароматика черешни. Сейчас оно ушло, такой, немножко спиртовой какой-то, спиртовые ноты. Ну, пока все идет по плану. Вино не портится. Посмотрим. Сейчас попробуем, ребята. Не все влезло. Вот, это сейчас, наверное, перелью. Даже не знаю, куда сейчас. Желательно все в стекло. Ну, ладно, ребята, это мы найдем, куда перелить. Вот, бутылечек этот полный. Под завязочку его надо налить, ребята. Чтобы меньше было связь с кислородом, ребятки. Брожение еще. Но сейчас в переливе дрожжики немножко смешаются. Так что вот так, ребята, вот такое вино. Закрываем крышечкой плотно. Резиновые такие классные. Крышечки это достались мне, ребятки, по наследству. Один хороший человек делал когда-то, занимался виноделием. Пищевая резина. И под гидрозатворчик. Сейчас давайте померим, что там наиграло у нас по сахару. Давайте померим, что там по сахару. Было 23, ребята, повторяю. Повторяю, 23 было изначальный сахар. Так, сейчас посмотрим ради интереса. Сколько оно за три недели у нас сожрало сахарка. Сейчас я посмотрю, ребята. Ну вот, ребята, смотрим. Всем около семи осталось по сахару. А там уже высчитываем. Ну вот такая кудырочка, ребята. Все, это уже теперь до первых морозов будет оно стоять. Начнутся маленькие морозики. Выпадет винный камень. А потом уже буду опускать его в подвальчик, ребята. Осветлится, как морозы пойдут. А ну сейчас я его еще разочек попробую. Сейчас оно немножко, немножечко продышалось. Ну вот, ребята, появился уже какой-то аромат интересный. Сейчас давайте я немножко попробую его. Ну класс. Классное сухое вино, ребята. Хочу сказать, бомба. Мне вот уйдут вот эти вот дрожжевые нотки, ребята. И все будет хоккей. Все, ставим, ребятки, на штатное место. Пуля, пуля, хорошее вино. Можно делать, ребята, с этого сорта. Немножко сейчас еще сядет. Мороз пойдет, сделает свои вещи, ребята. Все, ставим на штатное место. Так, ну все. По кудряночке, ребята, вот такой вот этап. Обязательно до верху, чтобы было налито под гидрозатворчик. Пусть уже по кудряночке, ребята, заканчиваем. Это третья часть. Я думаю, всем все понятно. Уже, наверное, под Новый год, ребята. Продегустируем, когда выпадет винный камень. Конкретно вкус вина. Там уже будет серьезная дегустация. Там и будем, ребята, более подробно разговаривать по этому сорту винограда. Пока все идет по плану. Меня пока радует. Нормальный, интересный сорт. Ребятки, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всего хорошего. До новых встреч.